Каждый пятый рубль окружного бюджета идет на социальное обеспечение жителей региона. Об этом доложила Татьяна Лагвиненко на общественных слушаниях по исполнению окружного бюджета в 2016 году. Главный финансист рассказал об основных параметрах, изменениях и структуре бюджета прошлого года с целью выявить общественное мнение. Более 7 миллиардов в 2014, 5,5 в следующем и только 2,5 в 2016. Динамика сокращения доходов от Харягинского месторождения показывает сложность финансовой ситуации, которая сложилась в регионе в прошлом году. Налоговые поступления – основной источник доходов окружной казны – 68% от общего объема доходов. Львиную долю составляет налог на прибыль при реализации Харягинского СРП. Объем поступлений был снижен сразу на 62%. Причины выпадения доходов понятны и объективны. Это снижение рентабельности в нефтяном секторе и специфика Харягинского соглашения о разделе продукции, которое приносило в последние годы около трети всех поступлений в окружную казну. Но, как еще раз показал опыт 2016 года, СРП по-настоящему может обеспечить растущие нужды округа только при котировках нефти 70-80 долларов за баррель. Между тем, цена на черное топливо была в два раза ниже. Отсюда кредиты в коммерческих банках на общую сумму 4,3 млрд рублей. Кредитные средства были необходимы для финансирования дефицита и исполнения социальных обязательств. Подсчитано, на каждого жителя Ненецкого округа в среднем приходится 5,3 социальных выплат. Это 2,1 млрд рублей, выделенных на реализацию всех социальных программ. По сравнению с 2015 годом расходы на социалку увеличены на 3%. Экономия бюджетных средств нашла отражение в оптимизации. Количество государственных учреждений в сравнении с 2015 годом уменьшилось в целом на 19 единиц. Количество бюджетных учреждений на конец 2015-го составляло 84 единицы. На начало 2016-го – 134 бюджетных учреждения, когда мы приняли городские. На конец года осталось у нас 116 учреждений, реорганизованных путем объединения с целью сокращения расходов на административно-управленческий персонал. В 2016 году Ненецкий округ привлекал федеральные средства. Общая сумма составила 1,5 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2015-м. Большая часть средств направлена на дорожные работы, строительство жилья и социальных объектов. Была оптимизирована и численность госслужащих. По сравнению с 2015-м – снижение на 51 единицу. В настоящее время оптимизация численности в органах государственной власти продолжается. И на 1 марта предельная численность составляла уже 629,5 единиц. По сравнению с 2016-м годом сократилось 51 единица служащих. Расходы на содержание органов власти в 2016-м году сократились на 8,1 процента. Или на 105,5 рублей по отношению к уровню 2015-го года. В результате пяти поправок основные параметры бюджета стали следующими. Доходы – 12,983 млрд, расходы – 15,878 млрд. На данный момент государственный долг региона составляет 3,680 млрд рублей. Проект закона об исполнении бюджета принят и будет вынесен на сессию в первом чтении. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север».